Твою медь. Даже зверейки прорвались. Чем береть-то? Тут стою. Интернет смотрю. И вообще, пора заболеть. Поехали. Омлет. Уже догадались доброго. Народа еще нет. Закипает горох для горохового супа, я его замочил на ночь и вот варю отдельно от бульона. Вам надо время снять первую шапку, потом уже будут кепки. Но если не снял первую шапку, значит, сами понимаете, что будет. Да, где же люди, эти, которые как на блюде. Что-то мне тут запотело, замазалось, вида никакого нет. Я там тушник такой, стеблименный. Никогда не встречал на пароходах специальные подставки под сковородки или кастрюли горячие, которые есть вообще-то на каждой кухне. Всегда и всюду это пустые яичные лотки и на них посуда не скользит во время качки. Хотя, по большому счету, за чрезмерное их использование можно и по шапке получить. Ну, потому что яйца, потому что, возможно, сальмон-элиоз какой-то остался на них. Так что могут сам власти и докопаться до этого. Стол-то горячий. Нет предела совершенства. Что означает лень, главное, две эти прогрессы. Честное слово, первый раз в жизни делаю через облет на здоровой сковородке. Все почему? Законцов задолбало уже. На индивидуальной делаю одну. И хотя и немного этих одних. Но, тем не менее, занимает в два раза времени больше. Так. Соци. Время сокращается. Дерейте ржаву. Пузыря выпаснули. В сторону чисто ближе. В общем, работаем. Это йод. И сейчас я буду лечиться. Не в смысле, что я порезался или поцарапался. А буду лечить горло, которое прихватило. Этот рецепт, который будет приведен ниже, проверен временем. И помогает на 100% в самом начале стадии болезни, если у вас прихватило горло. Помогает действенно. И еще. Йод я всегда вожу с собой. Потому что в аптечках он, если и бывает, то не во всех. И чтобы не выпрашивать у второго. Или кто там заведует аптекой. Я признал, что день все кончится. В смысле разливом. Вода, соль, все дает. Лечим горло. Чуть-чуть перехватило. Кондиционер сильно пашет. Раз. Холодное пиво. Два. И вообще, пора заболеть. Потому что ты слишком долго, а просто ты. Ладно, пошел в пыль. Полоскай. Поехали. Даже зверей киномались. Вообще-то это ферри. Но не пассажир. Но не пассажир. Какое солнце. Какое солнце. На пяточке разворачивается. Да. Красиво разворачивается. И это, конечно же, и умение, и мастерство развернуть такую махину. Ну. Смотрите. Во-первых, повода спокойно. У этого ферри. Подрули впереди и сзади. Его буксир страхует. Ну, а вот если без всего этого и подрулей нет. Я встречал капитанов, которые на старых пароходах без подрулей разворачивались. Это, конечно, было дымозахватывающее зрелище. Так вспомнишь, так вздронешь. Красиво. Ну, давайте работать. Вот у нас овец. Ну. Ладно. Лето. Средиземное море. Куда ж тут без арбузов. Ну, правда, это первый арбуз, который был куплен в магазине, а не привезен Шипшандлером. Вот сейчас не помню, в каком эпизоде, но было там что. Шипшандлер такой арбуз привез, который пришлось выбросить. Он был нитратный настолько, что за пару дней пропал насквозь. Если вспомню, в каком эпизоде, подвешу ссылочку на него. Ну, а так, покупные арбузы, они все-таки, если ты выбираешь его сам, это, конечно, лучший вариант. Есть. Такая партия. Так. Это все мне, мне и мне. А это понесем. Все нормально. Все стоит. Присварился. Так. Тарелки. Какие, какие, ? Какие? Присварился. Девочка не подвела, которая нам показала арбузы. Это очень классно. Уборочкой занялись. У нас заканчивается приготовление ужина. Чуть-чуть бы еще и пригорело. Вот в этом выпуске я более подробно показываю, как готовится этот филиппинский гуляш. И будет у нас сегодня калдаретта. Вы любите калдаретта? Потому что вы никогда не пробовали калдаретта. И сразу, наверное, я думаю, что это вкусно. Я думаю, что это вкусно. Калдаретта? Все свободно. Ну, не совсем свободно. Надо еще раз заметься. Да, снимал я в тот день немного. И вот уже вечером вышел кое-как подышать воздухом после дневной жары и камбуза, и то, что было на палубе. Лето все-таки Африка. Все. Ломанулись на вечернюю рыбалку. Вернее, ночную. Вот тут стою. Интернет смотрю и на воду. Пятна масляных. Эти пятна напомнили мне первый заход в Алжир. Посмотрите, было интересно. Тут уже все прелести арабского порта. Конь, нефть разница. Аксакалы. Бедные люди. В такой воде рыбалка. Ну, малость жестковатая. Молодцы, все приели. Так, а мне нужно зарядить пиццу. Ну, получился немножко жидковатый. Ну, скажем так, отсюда. Я уже как-то объяснял смысл происходящего, но люди, которые видят это впервые, все время спрашивают, что это ты делаешь с пивом. Солнышко зашло совсем хорошо. Хорошо. Оно чуть-чуть только. Так, ну хорошо. Постоял, постоял, надо войти посидеть. Вниз спускаться, сидеть не очень, потому что иногда такой запах идет, что хочется сразу выйти. Так что придется в каюту. Ладно, пошли. Хватит. На красоты смотреть. Вижу вот такую картину из иллюминатора. О! Наконец-то я его постирал. Гурбари этот. Гурбари этот. И теперь ем на ходу. Череп, последний. Да, действительно, подписывайтесь, а то много народу смотрит без подписки, ставьте класс или наоборот, комментируйте и ждите следующих роликов, а за мной не заржавеет.